Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня обсудим снова XRP и у нас сегодня прогноз. Цена XRP находится в локально восходящем тренде. Ну, это было у нас вчера. Сегодня, понятное дело, все начало падать, о чем я предупреждал, в том числе и вчера ночью, да, сегодня, да, получается, ночью. И до этого в роликах, там, и в закрытом клубе, я на постоянке это говорил. Вот, ну и сегодня мы уже начали немножко хотя бы откатываться, вот, может быть, не литься, но откатываться. Цена XRP у нас находится в локальном восходящем тренде после того, как она попадала до двухлетних минимумов в июне-июле. XRP теряет шестое место среди крупнейших криптовалют по рыночной капитализации, но, опять же, это все херня. Технический анализ показывает, как только он восстановит цены, он восстановит и капитализацию, потому что все зависит от цены, по большому счету. Но рынка может быть пройдена. Ну, технический анализ это вероятность, а не стопроцентная гарантия, поэтому нужно это понимать. По поводу ада, ада тут вообще ни при чем. В общем, говорят они, что, соответственно, на текущем этапе, вот, там, MACD показывается чуть выше ненолевого уровня. Ну, как видите, нихера эти индикаторы не отрабатывают, и все это работает постфактум. А сейчас мы начали литься, наоборот. Вот, поэтому еще, соответственно, когда она у нас переворачивает XRP, ну, в том плане, что заменяет его, ну, короче, занимает его место, да, то есть в моменте, ну, как мы видим, да, у нас когда она заняла шестое место, XRP упал на, получается, седьмое. Ну, это в моменте, опять же-таки, если XRP сейчас помпануть на доллар, он, понятное дело, будет выше, когда она может быть, ну, выше BNB, может, не будет, но имейте в виду. Поэтому, согласно данным, у нас, соответственно, ADA, когда она выросла на 5%, ну, а XRP у нас остался на месте, поэтому, естественно, когда она его переплюнула. И после недавнего скачка оценки, криптовалюта вернулась в 6 место, и рыночная капитализация приблизилась к 20 миллиардов. Но это не столько денег, это просто цена поднялась, поэтому и капа подросла. Вот, и, соответственно, Hoskins у нас заявил, что блокчейн находится на завершающей стадии тестирования, а это означает, что значительных задержек не будет. Ну, это же не значит, что цена не может падать. Input Output неоднократно подчеркнул, что хотел устранить все технические проблемы, чтобы обеспечить максимальное, главное, развертывание хардворка Василь. Ну, и, соответственно, в то время как ADA оценивается в 20 миллиардов, то токен по-прежнему упал на 80% с момента развертывания хардворка Alonso, который, наконец, включил смарт-контракты в одной из ведущих блокчейнов. Ну, и Mark Cuban высказал мнение, что когда она не оказала большого влияния, хотя с момента запуска смарт-контракта прошел почти год, да без разницы, что он там сказал. Поэтому криптовалюта, что ADA, что... ну, конечно, ADA может соскамиться из-за того, что они алгоритмический стебл-коин-джет выпустили. Но XRP, я думаю, однозначно все равно обгонит вопрос лишь времени. XRP это темная лошадка, в которую никто не верит, а потом, когда стреляет, все в него залетают. Поэтому, ребята, имейте это в виду. Судьба XRP у нас остается неопределенной, ну и, соответственно, как долгосрочная инвестиция, почему он остается хорошим. Тем не менее, дает возможность, которая может предложить сдержанная ценовая динамика, ну, конечно же, набрать позицию на дне. Вот, чего многие почему-то недооценивают. Ну, как говорится, не бросайте бисера своего перед свиньями. Поэтому, естественно, большая часть толпы зайдет на хаяк. Что, если судебный процесс, наихудшая цена и как будет выглядеть наихудшая цена, к счастью, это не так сложно представить, благодаря устойчивому росту необходимому, ну, достигнутому сервисом Apple Old с момента его запуска. И Apple занимает стратегическое положение для улучшения традиционной финансовой системы. Odel был разработан для обеспечения более быстрых и дешевых транзакций. Ну, это мы тоже все знаем. Ну, и по словам аналитика Андексона, у нас Odel может быть секретным оружием, стоящим за устойчивым ростом XRP в будущем. Да, не только из-за этого, потому что XRP сотрудничает с кучей банков там и так далее. Поэтому я не вижу никаких проблем, чтобы он подрос и он тем более централизирован изначально был. Ну, а кто считает, что он не будет расти, ну, считайте, что угодно, как бы, может быть, сам токен и не будет расти. Но сам проект, компания Apple, они будут развиваться. Поэтому, ну, понятное дело, что никому это нахер не надо. Всем надо, чтобы XRP подрос на 3-4 доллара, как минимум, а то и выше. И люди заработали бабки. Ну, я думаю, мы дождемся своего часа. Опять же таки, ребят, если все-таки бычий рынок затянут до 23-го или 24-го года, я не вижу никакой проблемы, если XRP потом стрельнет на те же там 4-5 долларов, как минимум, а то и выше. Поэтому, я считаю, оно того стоит. Тем более, можно набрать более весомую позицию, чтобы потом разгрузиться. Но, опять же таки, это одна из криптовалют должна быть. Что в вашем портфеле, что в моем. Ну, как оно есть на самом деле. Потому что дивексификация наша все. Может, он вообще там, ну, не скаманет, а просто будет на дне болтаться. Поэтому, имейте это в виду, не надо всю ставку делать на одну монету. Вот, недавно он подчеркнул высокие продажи, достигнутые ODAL со 2-го квартала 2021 года и во 2-й квартал, получается, по 2-й квартал 2022 года. Как признак того, что нас ждет в будущем. И согласно анализу, ODAL будет ежегодно расти в 10 раз в течение следующих 5 лет. Ее ежедневная продажа составит триллионы долларов. Такая полезность значительно повысит спрос на XRP. Он также ожидает, что такая полезность привлечет много спекулятивных объемов, что еще больше укрепит поведение цены. Ну, конечно, спекулянты позаходят, а потом бабки потеряют. И он говорит, что средний возраст монет XRP, вложенных за последние 5 лет, постоянно рос. И, соответственно, средний возраст доллара достиг пика 797.27 XRP на момент публикации. Несмотря на здоровый 5-летний рост, цена XRP на момент публикации оставалась невысокой. В более широком смысле преобладающее мнение состоит в том, что он недооценен. С этим я соглашусь. Вышеупомянутое наблюдение может быть лучше всего представлено взвешенной метрикой настроения XRP. Ну, вот посмотрим на следующем бычьем цикле, как он себя проявит, либо не проявит. Ну, я уверен, что проявит, потому что он также ходит за остальным рынком. Ну, и коэффициент у нас MWRV показал, что он оказался обратно пропорциональным среднему возрасту доллара. На самом деле, это еще больше усилило недооцененное настроение. Что это означает для среднего держателя XRP? Ну, таких, как мы с вами. Все признаки, казалось, свидетельствуют о том, что цена XRP в размере 37 центов на момент печати была занижена и обесценена, особенно по сравнению с ее предыдущими максимумами. Однако, рост Odle рисует благоприятную картину ее будущего долгосрочного роста. Следовательно, держать его надо в течение как минимум 5 лет. Может быть, хорошим решением. Однако, краткосрочные перспективы остаются неопределенными, особенно из-за продолжающегося судебного процесса. Ну, может быть, не 5 лет, но как минимум годик точно придется еще подождать, потому что, напоминаю, до 31 марта 2023 года сказали, что суд СЕК будет продолжаться. А значит, до этого момента может быть роста не быть. Ну, не факт, потому что XRP с 20 центов подрастал до 2 долларов почти в моменте, даже несмотря на судебный процесс в 2021 году. Я напоминаю, если кто забыл. Ну, а кто не готов ждать, ребят, ну, это ваша проблема. Вот, прогноз цен на 25-30 год достигнет ли XRP 10 долларов в 30-м году. Тоже интересная статья. И, соответственно, зеркало на стене, являются ли инвесторы. Не знаю, почему тут зеркало на стене. Самыми грустными из всех, что ж, на рынке показатели могут свидетельствовать об этом. И незаконченные судебные процессы тоже. Все это до задницы он рос и до 2 баксов во время суда, поэтому я уже сказал. Айпл, лидер в области корпоративных блокчейн-решений, немного отличается от своих конкурентов. Вместо того, чтобы сосредоточиться на розничных клиентах, Айпл ориентируется на учреждения, ну, на банки и так далее. Криптовалюта XRP всегда была тесно связана с Айпл, и хотя это разная организация, Айпл хранит миллиарды XRP на условном депонировании. Поэтому рыночная капитализация составляет 18 миллиардов долларов. За последние 24 часа было продано более 940 миллионов долларов, и очевидно, что трейдеры-инвесторы очень заинтересованы в XRP. Объединение Айпл с Токио-Митсубиши Бэнк, в том числе, если кто не знал, в 2017 году стало важной вехой. После этого он на короткое время стал второй по величине криптовалюты по рыночной капитализации. Год спустя она снова попала в новости из-за своего партнерства с международным конгломератом банковским Сантандер Групп для приложения, ориентированного на трансграничные транзакции. Что касается конкурентов, Айпл на данный момент практически нет конкурентов, что выделяет его и сохраняет его высокую капитализацию. И многие почему-то думают, что XRP типа это шлак. Ну, в топ-5 или в топ-3 держаться, я не знаю сколько, 5 лет это шлак. Ну, окей, хорошо. Создайте криптовалюту, которая будет не шлак и будет держаться так долго. Вот, это ведущая криптоферма, обслуживающая финансовое учреждение по всему миру. По мере роста числа партнерства XRP будет пожинать плоды. В конце концов, это средство обмена для всех трансграничных транзакций, разрешенных в Айпл.нет. Вот, с появлением цифровых валют CBDC там и так далее, выберут Айпл. Естественно, это очень хорошо сработает, поскольку Айпл.нет уже связан с рядом банков. Прогнозируется, что Айпл будет быстро развиваться в течение прогнозируемого периода, поскольку можно его использовать для различных функций там и так далее. XRP имеет преимущество перед конкурентами из-за низкой стоимости входа. Ну, и плюс, естественно, быстрая скорость перевода, мелкие комиссии и т.д. Согласно отчету Valuates, ожидается, что в 2030 году размер рынка криптолюд достигнет 5 миллиардов. Я думаю, больше, потому что на пике у нас было где-то около 3 триллионов. Я напоминаю, не знаю, причем тут 5 миллиардов долларов вообще, если у нас 3 триллиона было. Ну, не знаю, может, я что-то не понимаю. Среднегодовой, получается, у нас темп роста составит 12,8%. От этого выиграет ряд криптофирм, в том числе Айпл. Расторинка криптовалют обусловлена повышением требований к операционной системе. И, соответственно, общая идея заключается в том, что принятие Айпл.нет с финансовыми учреждениями будет расти, что это привлечет к большему признанию платформы, а также, ну и плюс, бычий рынок начнется, а также ее собственного токена. Это также учитывалось при расчете прогнозов на 2025 год и более. Учитывая продолжающуюся криптозиму, XRP находится на нисходящем тренде, потеряв от своей стоимости более 55%. И текущая цена далека от своего рекордного максимума в 384 доллара в январе 2018 года. Я напоминаю, XRP не делал еще перехай, а еще только впереди. Вот, это как минимум он может вернуться на эти отметки, а то и перехай сделать. Помните об этом, потому что когда биткоин сходит на 100 тысяч плюсов, он однозначно сходит. Ну, понятное дело, стопроцентной гарантии нету, но очень вероятно это событие из-за его дефляционной модели и захода крупного капитала. То, соответственно, XRP может вообще улететь в легкую выше 4 долларов. На самом деле, его текущая цена ближе к стартовой, чем к историческому максимуму. Когда XRP упал, то упала его капитализация, ну что логично, потому что оно зависит друг от друга. Вот, и поэтому иск отсек у нас продолжается, там и т.д. и т.п. Ну, и, соответственно, основной прогноз на 2025 год, Ченджли собрал средний прогноз на уровне 0.47 доллара. И что касается 2025 года, представил диапазон 1.47-1.76 долларов максимум для XRP. Ну, не знаю, с чего они так взяли, если в 2021 году мы показывали рост до 1.97 доллара, то есть почти до 2 баксов. Ну, такой прогноз я могу давать, что через 3 года он вырастет до таких, да он может больше вырасти, поэтому это такое. Вывод группы из 36 отраслевых экспертов, сделанных в Finder, заключается, что XRP может составить 3.61. Не знаю, с чего они это взяли. Некоторые считают, что к 2025 году криптовалюта не преодолеет даже порог в 1 доллар. Ну, это их предположение, опять же, такие гадания. Глобальный редактор криптовалюты Finder не согласен с группой экспертов. Он прогнозирует, что к 2025 году XRP будет стоить 50 долларов, 50 центов, вернее. 50 центов, ну, охренеть, вот это прогноз. Он недавно был 40%, а в 2030 году будет всего 10 центов. Ну, бред, сивой кобылы, я считаю, мне тоже в 2021 году кричали, что упадет твой XRP, там укатается в ноль, соскамится, ну и что. Подрос он на 2 доллара, эти же хомячки забежали и сказали, ой, а стоит ли покупать, а то вдруг улетит без меня. Ну, классика жанра, поэтому слушать вот эти прогнозы, это такое, пальцем в небо. Согласно данным, опубликованным по NASDAQ, средний прогноз составляет 3.66 доллара. Ну, и прогноз на 2030 год. Вот, опять же таки, у экспертовайнер, они теперь говорят, смотрите, он говорит сначала, что будет стоить, не будет стоить больше, чем 50 центов, потом в 30-м году 10 центов, а потом говорят эксперты, смотрите, в 2030 году, типа в 25-м году будет так стоить, а в 30-м году резко он подлетает с 10 центов до 5 долларов почти. Любая полезность XRP, кроме элемента спекуляции. Ну, все ради спекуляции сюда и заходят. Поэтому, и эксперты предсказывали рост XRP в последующие годы, некоторые считают, что к концу десятилетия XRP потеряет всякую ценность. Ну, бред сивой кобылы, опять же таки, очередные вбросы. Основной фактор, вердикт по риску сек, опять же таки, они побеждают сейчас. IPO после разрешения судебного дела тоже особо не повлияет. Партнерство с финансовыми учреждениями, это тут при чем вообще? Это типа негативный фактор или что? И массовое принятие, тоже негативный фактор, да? Ой, ну такой бред. Прогнозы не заинтересованы от меняющихся обстоятельств, и он всегда будет основываться с новыми событиями. Херня полная, XRP рвался на фоне суда, на фоне негатива и подрос до 2 баксов. Поэтому все это бред. Вот, поскольку индекс страха и жадности на пути к восстановлению, возможно, XRP не такое уж плохое время для начала работы с XRP. Ну, опять же таки, ребят, индекс страха и жадности дутый и залетающие с хомячки. Поэтому XRP сейчас расти не факт, что будет, поэтому имейте это в виду. Если по поводу цены, ну, как мы видим, весь рынок у нас падает, потому что, естественно, биткоин у нас в откате, ну, в таком небольшом. Ну, и, естественно, цену XRP тоже дампят. Я рассказывал, что здесь у нас ликвидность не собрана, и она должна быть собрана. Ну, не то, что должна, а с большей долей вероятности. Крупняк захочет ее подобрать, добрать еще больше монет. Биржи хотят заработать, в том числе побрить наивных овячков на фичах, марже, там, споте и так далее. Ну, я имею в виду, кто трейдит. Вот, поэтому, ребят, накопление у нас продолжается. В целом, вот это диагональное накопление у нас имеется здесь около уже года. Поэтому имейте в виду, ребят, что XRP однозначно после того, как он стоит в таком длительном накоплении, он может очень мощно выстрелить, ну, как минимум на доллар, а то и 2-3 доллара. Ну, посмотрим, что будет к 23-му году, там, и т.д. Если все-таки биткоин сходит на 140-150 тысяч долларов в декабре-январе, там, этого или следующего года, то, соответственно, я думаю, XRP мы однозначно увидим по 3-4 бакса, а может даже и выше. Поэтому, ходл, ребят, набираем позиции, как только пойдем к вот этим донным значениям, а то и ниже. Поэтому я тоже буду докупаться по XRP. И считаю, он сильно недооценен. Многие крестят его в скам. Ну, вот здесь его тоже. Мне говорили, что скамина. Потом он подлетел вот сюда, и мне сказали, Блин, сейчас улетит на 3, на 5, на 10, на 100 долларов, а стоит ли зайти? Я сказал, нет, не стоит. Ну, люди залетели, ну, и потом прокатились, сами поняли, на чем. Поэтому, ребят, не действуйте, как толпа, и будете зарабатывать. Будете действовать, как толпа, будете и зарабатывать, как толпа. Вот мой вывод. Вот и все.